приветствую всех на моем канале с вами кейн и добро пожаловать на уже восьмую серию прохождения игре delivery из марс так то нам нужно сделать направить мрт антенну блин какая-то рельсовая пушка прям наводим установка все и все готово хорошо райан проведи последнюю проверку и летим сейчас сара что это но это что станция который на которой мы были в первых сериях что ты натворил я я я я не ничего специально что у нас последний шанс улететь планет сара не возьми себя в руки очень больно а Райан, даю слово. Я не знаю, что случилось. МПТ не работают вот так. Я бы не смогла такое сделать при всём желании. Но я и не хотела, просто... Да, я знаю. Ей лучше? Да. Да, ей станет лучше. Дадим ей... минутку. Или две. Или пару часов. Тогда... что дальше? Есть вероятность, что мы сумеем подключить тарелку МПТ? Я не уверена. То есть, шанс всё-таки есть? Надо надеяться, что тарелка уцелела после удара. И она должна быть в зоне прямой видимости Хабитас. А мне надо проверить все трансформаторы и конверторы и убедиться, что они целы. Я не могу сейчас бросить Сару, но я буду подсказывать тебе по ходу. Хорошо. Кэт. Я в тебя верю. Паноптикум. Надпись над дверью. Так, отлично. Мы выдвигаемся, я так понимаю, к тому рухнувшему космическому кораблю. Мне уже интересно, что там произошло. Там не было никого, ни души. То есть, если... Ну, я так понял, мы им управляли только что. Точнее, связью с ним, короче. Неважно. Смысл в том, что там, видимо, при запуске, при установлении соединения, видимо, пошло что-то не так. Райан? Ну как? Ты на месте? Да, вижу его. В общем, он лежит на боку. Тарелка вроде не пострадала, но надо будет еще осмотреть. Может быть, система амортизации спасла? Ладно. А если нет? Я скрестил все пальцы и на ногах тоже. Как там, сэр? Отдыхает. А у нас хорошие новости. Пошли. Да. Так, я не понял, тут куда нам... О, блин. Ё... О, он может перевернуться! Ёлы-палык. Теперь придется пешкару с амитей. А-а-а-а. Отлично. Смотрите, игра предусмотрела то, что на нем можно перевернуться и... Вернее, игра-разработчики предусмотрели. Что ж-то хорошо. Ну, я дальше постараюсь ехать более аккуратно. И самое интересное, мне интересно узнать, что произошло. Почему он вошел в атмосферу и упал. Ну, разбился, в смысле. Останки ковчега Лабос. На земле такой ковчег очень бы пригодился, но сейчас этот продукт революционных технологий безнадежно уничтожен. Неужели это моя работа? Ну... Во всей видимости, да, но не специально. Интересно, не специально по ошибке расхреначить целый космический корабль это... Серьезно? Или нет? Шанс на спасение человечества. Прикольно то, что тут есть еще питание, то есть красные лампочки горят. Так, а сюда я могу пройти? Ага, похоже нет. Значит, нам только наверх сюда. О! Поехали. Разрезать я ничего не могу. А, нам выше? Нам выше еще надо. Все, я понял. Субтитры сделал DimaTorzok. Блин, мы вот так вот разрезаем разрушенный корабль, и наши действия, мне кажется, это ослабевает конструкцию, и, возможно, тут что-то начнет отваливаться. Опа. Нет, не так. Я хотел зацепиться крюками. Похоже, нужно зацепиться именно здесь. Понятно. И передвигаться по стенке дальше. Вот блин. Так. Не-не-не-не-не-не-не. Не отваливайся. Не отваливайся. Подожди. Подожди. Не отваливайся. Ё-моё. Так, отлично. Ничего не упало. Она... Ещё работает? Сканер. Ах, слава богу. Попробуем запустить. Жаль, невозможно её забрать. На земле таких нет. Ааа. Интересно, что это за хрень? Ну ладно. Нам надо её как-то подключить. Запустите трансформатор. Ааа, это трансформатор. Понятно. Значит так, ребята. Потратил я минут 15 времени на то, чтобы настроить вот эту вот всю систему. И запустить вот этот трансформатор. В общем, покажу вам, что, как я подключил. Смотрите, вот этот вот стрим-передатчик идёт на вот этот ретранслятор. Он идёт туда и на второй ретранслятор. И он на два потока ещё разделяется. Следующий датчик, вот третий, идёт через резистор на вот этот вот двойник, тройник, короче, передатчик. И он разделяется ещё на два потока. Вот тут у меня такая вот проблема была в том, чтобы подключить эту всю феню. Ну, потратил я на это дело 15 минут. На монтаже, конечно же, я это всё вырежу. И, ну, то есть, все 15 минут то, как я туплю, показывать я, конечно же, не буду вам. Так, давайте соберём голограмму и посмотрим, что у нас дальше. Да ядрить, голодеть, что ж такое. Ну. А, во-во-во, сейчас. Так, одну собрали. Даём её ещё одна. Ну что ж, давайте соберём ей эту. Гай. Да, сэр. Немедленно активируй протокол безопасности системы МПТ. Я... я не понимаю. Башстанцы из Хоумворд пытаются захватить колонию. Полностью отключи ковчег Лабос и активируй протокол авторизации без системы МПТ. Сэр. Если хоть кто-то попытается восстановить подключение МПТ к Хабитас без моего прямого разрешения, начинай разгонять двигатели корабля. Ну, так же нельзя. Они же сгорят. Начнётся цепная реакция. Она перекинется на фюзеляж и разрушит корабль. Пополняй и поставь обязательным условием допуска шифр от Аргуса. Всё ясно. Да, всё. Ага. Я знаю, почему упал ковчег. Во время бунта на Хабитас, МакАртур установил протокол предохранителя на соединение с МПТ. Соединение, которое мы почти восстановили на Лабос. Да. При восстановлении соединения без его личного кода допуска двигатели сгорают. Так и погиб Лабос. Пойду проверю тарелку. Давай. Удачи. Короче, этот контрацептив. Короче, он сделал так, чтобы если кто-то установит соединение, корабль типа самоуничтожится. В общем, засранец тот ещё. Ну, хотя бы мы знаем, что это не наша вина. В ней не было установлено правильно просто. Стояла защита. От МакАртура. О, блин, тут сейчас начнёт наверняка всё рушиться, мне кажется. Ёлы-палы. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. А что... Это было... Неожиданно. А вот так? Нет-нет-нет-нет-нет. А, так, тоже не работает. Ух. Ё. О, знаете, что мне это напоминает? Фильм... Парк Юрского периода, по-моему. Вот я не помню, какая-то часть, ну типа вторая, третья там. Там, где они поехали на остров и там... Тер... 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 Теранозавра сбросили ихний... Домик на колёсах или фургон вот этот вот весь. Лаборатория, короче, туда вниз. И он состоял из двух, как бы, частей. И вот одна часть была. Не стоит так больше делать. Согласен. И вот это ничем не лучше. Вот это-то-то-то-то... Рушится, пол рушится. Где-то-то-то-то-то... Бежим-бежим-бежим. Прыжок. Джамп. Опа. Ёлы-палы. Так, двигаться надо быстро. О-о-о-о-о-о! Ух! Так, вверх. Вверх. Ух ты. Я полагаю, что наверх мы не запрыгнем. Нам надо вправо сейчас. Да-да, она не достаёт. Достаёт до верха. ёлы полы так я так тоже была здесь надо будет влево их а блин давай-давай-давай-давай-давай-давай я думаю что здесь все заскриптована но на всех случаях я думаю что лучше не медлить он крен по оси тангажа лишь бы гидравлика пережила падение пойду на мостик так нам я полагаю туда наверх но я осмотрюсь пока что друг тут что-то есть вроде бы ничего ну ладно давайте тогда давайте посмотрим что у нас здесь а вот к нам куда ух блин до хрена тут ползти так так это же не лестница или лестнице ой 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 я клавиши перепутал блин да ёлки-палки ну что что а отлично не было недалеко как я уже говорил в предыдущих видео там мне нужно удерживать либо левую либо правую кнопку мыши если отпустить типа падает короче доедрить колотить я я не втыкнул этот не воткнул этот крюк так идем аккуратно но хотелось бы побыстрее надеюсь тут дальше прыгать не нужно будет потому что у меня с этим проблемы вдох 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 ага не понял она воткнул воткнула так и музычка музычка от нагнетает нагнетает немножко нас этот атмосферу как тревожная ужас как высоко не смотри вниз айла ну я то не могу летать знаете что самое еще странное вот эти вот люди которых мы там нашли на там ковчеге на мостике где их типа дроны перебили нам не сюда тут все такое разрушенное было ну то есть на том ковчеге то есть там люди как бы уже давно то есть спустя ну то есть пару лет так работает нет не работает айла идем к тарелке и разбираем обломки вручную нам сюда короче люди уже эти пролежали тут несколько лет типа ну и судя по той теплице в которой мы были где растительность как бы уже хорошо так проросла люди то есть тоже там лежали очень долго и но я не знаю превратились были они в скелеты так нам надо что-то сделать но я думаю хотя бы испортились как бы точно а там то есть не было ни запаха трупного и мою и тела как бы были типа ну как свежие то есть мне кажется немножко ну недоработка скажем так и притом мы летели сюда сколько-то там месяцев я так полагаю после получения сигнала то есть после получения сигнала мы два месяца готовились ну это в первые мои серии было ё-моё получилось так момент истины попробуем подключить тарелку если не сработает ну значит не попадем в паноптику как и домой так вот там было о еще голограмма там было два месяца мы готовились а это на ход на мостик нам давайте посмотрим голограмму да это мы там были так вот не может быть такого чтобы мы готовились два месяца и ну после получения сигнала бедствия то есть все думаю сигнал бедствия прошел ну который мы приняли соответственно уже после вот этих всех событий что здесь произошли я так полагаю Черт возьми, Гай! Открой дверь! Нет, слушай. МакАртур переклинил двигатели. Попытаемся перезапустить МПТ. Либо ляжем в дрейф, либо ковчег взорвется. Только у него допуск для восстановления. Эту проблему мы сейчас решаем. В сторону! Не надо! Орло! Ломай дверь! Вы же с ума сошли! Вы же сейчас... Пробойно в корпусе. Аварийная блокировка. Гай! Я сейчас по ноктикам. Что там плавать? МакАртур. Мизак! Хомборд пробили борт! Мы сейчас... Папа был в паноктикам во время бунта. Я так и знал. Дальше надо идти туда. Угу. Понятно. Короче, суть в том, что тела не разложились. Только работай. Это странно. Да. Вот так. О! Опять мы управляем этой... Рельсовой пушкой. Знаешь, это самый красивый луч в пяти, который я видел в своей жизни. Возвращайся и улетаем отсюда. Готовлю Хаббитес к старту. Ладно. Увидимся. Когда я найду отца. Кэти? Мы готовы лететь. Ты вернулась? Иду к вам. Скоро буду. Угу. Правильно. Угу. Так. Так. Получается, третий ковчег мы как бы не нашли. Вот этот... Ммм... Второй, на котором мы сейчас... О, нет. Первый. Айла, это ведь не... Был в космосе, который разбился, на котором мы были только что. Мак-Артур. А третий мы пока еще не нашли. Надо записать. Терминал по ноптикум. Выходит, именно отсюда Мак-Артур управлял делами колонии. На Марсе он контролировал... Контролировал всех и все. Ох, этот Мак-Артур контролировал, блин. Ну, как говорится, за что боролся, на то и напоролся. Так. Давайте посмотрим голограмму. Сейчас только надо ее собрать в нужном. О! Получилось. Так. Ты не уйдешь, Мак-Артур! Открывай дверь! Уильям, серьезно, хватит. Включи Лабос, и мы договоримся. Ты, я, и Роза. Вы уничтожаете все, над чем мы столько работали. Уильям. Уильям, ты меня слушаешь! Надевай скафандр. Что ты делаешь? Просто надень скафандр. Аутвард, это Мак-Артур. Если мятежники сейчас же не сложат оружие, я отключу ковчег Хабитас. Так нельзя. Ты их всех убьешь. Нет, не всех. Включи подачу кислорода в скафандре. Среди них люди, которые верят в Аутвард. Невинные люди. Ты хочешь ими пожертвовать? Только мне хватит сил сделать то, что должно. Спаси все это. Так что да, Исаак, пожертвую. Ну сделай же что-нибудь. Не дай ему это сделать. Исаак, турбаномтик раз по картуру. Исаак, ответь мне. Прости. 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 Так, блин, раньше надо было сразу это надо было делать. Исаак, пожалуйста, ты жив? Не жаль, что до этого нашел. Скажи Мак-Артуру включить Айбитас и Исаак. Он специально ждет, чтобы все задохнулись и... Мне очень жаль. Он не включил Айбитас, чтобы подача кислорода вернулась. Айбитас. Я сейчас в паноптике. Что там с Лабас? Макарту... Писок! Хумборт пробили порт, и мы сейчас... Слышишь? Ковчег Ламос? На корабле кто-нибудь есть? Отмерьте, Ковчег Ламос! Аудвард? Люди Марса. Говорит Исаак Йоханссон. Я... Приходите к Ковчегу Вита. Все, кто есть. То есть, где-то Третий Ковчег есть, все-таки. Мы его пока еще не нашли, судя по всему. Да, ну, конечно, этот Исаак... Тоже, в принципе, его бездействие, как бы, и... Погубило, как бы, столько людей. Так, подождите, куда нам надо идти, я что-то... Не, нам туда все-таки. Если бы он раньше остановил МакАртура, то, возможно, Исход был бы другим. А, открыть можно с той стороны. Так. О, а я не могу летать над этой. Я понял. Так, вот это вот красным светом подсвечена вентиляция. Я ее сразу, в принципе, заприметил. Но не хотел туда идти. Ага. Блин, получается, мне надо... Залезть сюда, разрезать замки, а потом спрыгнуть, что ли? Так, или я что-то пропустил? Не, вроде бы ничего. Да, я туда пролететь не могу. То есть, надо залазить. По этим ящикам. Ааа... 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 Я сюда не могу пройти, а... Могу. надо пролететь этим айлой открыть тут дверь и пройти все дверь открыта отлично теперь мы возвращаемся назад а это что душевая прикольно так посмотрим голограмму что здесь произошло так третью часть собираем и все наверное ну работай подтвердите отправку зашифрованного радиосообщения аргус прошу подтвердить и невероятно луна мишка я у меня нет слов чтобы передать как я скучал если ты меня слышишь ты знаешь откуда трансляция два года назад колония аутворд потеряла связь ковчегом лабус это главный источник энергии я на ковчеге вита это корабль который ты в детстве видела на луне помнишь в этом сообщении зашифровано точное место расположения ковчега вита я запущу его чтобы айл расшифровал знаю луна мишка я еще жив найди меня пожалуйста сборство и отправки сообщения то есть он еще жив так или они блин как они оказываются постоянно задеть предупреждала клэр много раз что ты не готова к такому что ты не справишься с ситуацией но скрыть от нас это но скрыть от нас это мы улетаем сейчас не тебе судить что что ты ведь взяла меня сюда лишь за тем чтобы папа меня увидел и добровольно сдался сам а ты бы отправила его в тюрьму да ему там самое место или так или что план б что ты сделала с оружием выкинула ну да яблочко от яблони у тебя был такой шанс помочь человечеству а ты упускаешь его из-за своих глупых эгоистичных желаний сара так мы ничего не решим клэр была бы очень разочарована что ты стала такой же как твой отец кажешься сильный но ты слабая ты притащила оружие для чего для мести тебя сюда привела твоя боль так кто из нас слабый ты не представляешь что я пережила я пытаюсь поступить правильно я пытаюсь всех спасти и бросаешь ковчег вита он земле не нужен или ты боишься встретиться с моим отцом без пистолета в руке о серьезно я пойду на ковчег вита и найду своего отца да ни за что на свете айла давай айла давай отлично отлично что ты делаешь ты рискуешь всем чего мы добились немедленно возвращайся ты ставишь всю операцию под укроту Кэти так куда нам надо идти где где тут лестница эта дверь закрыта а вот она да так так ну я думаю они знаменаться не будут а вот а еще один лифт поехали это уже на улицу мне кажется он лифт большой Кэти надвигается пыльная муря не понимаю тебе жизнь надоела возвращайся быстро поворачивай назад иначе все это было зря Кэти нет да че что ты так паникуешь ну летите без меня то и все у ваших ковчег есть или у них доступа нет я не понимаю че им не так хотя кстати этот ковчег тоже может быть заблокирован защищен не заведется или не полетит или полетит но упадет а так вот наш марсоход я бы уже мы справимся я не изменю курс не рисковал улететь я знаю что ты хочешь найти но вряд ли ты найдешь то что ты ожидаешь мы видели что тут произошло мы знаем на что они способны мы не должны если так нужно я скажу мне страшно я боюсь того что ты можешь найти боюсь что нам не спасти землю боюсь твоего отца но наверное больше всего я боюсь тебя не понимаешь у тебя в руках судьба человечества и я не знаю как ты решишь с нами поступить умоляю не принимай это решение в одиночку не принимай это решение в одиночку мы справимся айла я не изменю курс я не знаю что ты хочешь найти но вряд ли ты найдешь то что ты ожидаешь мы видели что тут произошло мы знаем на что они способны блин я нихрена не вижу уже о слышбеки пошли папа помоги где он где он я не пойму где же ты Он вроде как справа от меня, но я чуть не понял. Он наверху или где он? Буря усиливается. Иди ко мне. О, теперь передо мной. Я не могу найти вам. Я найду ее. Спрячь Кэти в чулан под лестницей. Не выходя оттуда, чтобы не случилось. Мы с мамой придем как только сможем. Лиз! Лиз! Кэти, иди сюда, быстро! Да я уже здесь. Кэти! Давай, давай, давай. Прячемся. Лиз! Мы нашли Кэти! Лиз! Исаак! Где ты? Возле дома. Иди к дому! Я, я не могу понять, где ты! Иди на голос, быстро! Нас сейчас накроет! Я тебя не вижу! Лиз! Лиз! Вижу обсерваторию! Нет, 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 не ходи туда! Там опасно! Нет! Лиз! Кэти, будь здесь, ладно? Сиди, будь здесь, хорошо? Я сейчас. Пап! Папа! Папа, что с тобой? А, то есть, буря все-таки была, вот этот вот дом их не было разрушено, я так полагаю. Милая, вставай, Лиз, ну уже. Лиз, буря прошла, ну, давай, вставай. Папа! Вставай, пора, не уходи. Не надо! Не уходи! Папа, хватит! Нет! Почему мы не уехали? Папа! Боже, почему? А почему, Господи? Мы могли бы уехать. Папа! У нас было место. Мы могли бы уехать. Понятно, понятно, что произошло. Так, ну ладно, ребята, давайте, мы тут уже скоро доедем. Я предлагаю на этом моменте закончить эту серию. Доедем уже в следующей. В общем, как-то так. Ну, тут, в принципе, недалеко, но все равно, чтобы серия уже и так затянулась. Короче, всем спасибо за просмотры, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Кейн, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...